Здравствуйте! В эфире новости АТН. В студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Я стою на блокпосту и проезжают люди, которые нас поддерживают и которые, нехорошим словом, отправляют нас на родину. Харьковчанин на передовой, как служится мобилизованным в 22-й батальон на блокпостах в мятежной Луганской области. Он всегда был верным. Он никогда не предавал. Был хорошим, порядочным человеком. История погибшего солдата. Младший сержант Сергей Гончаренко находился на борту самолета, сбитого террористами в Луганске. Те люди, на которых мы показывали это видео, у них действительно это вызывало очень серьезные и глубокие эмоции. И, ну, можно так пафосно сказать, поднятие боевого воду. Харьковчанки прикроют с тыла, ведя обращение к украинским бойцам, которые находятся сейчас в горячих точках. Итак, подробности. Харьковский 22-й батальон, сформированный из мобилизованных харьковчан, на передовой охраняет наиболее опасные блокпосты в Луганской области. Близкие бойцов, как и областная администрация, неоднократно пытались вернуть их в Харьков для охраны важных объектов региона. Однако, сами военные, говорят, хотят смениться только после того, как конфликт на Донбассе будет исчерпан. Репортаж корреспондентов АТН с места дислокации харьковских бойцов на передовой. В Харьковских мобилизованных, из которых создан 22-й батальон территориальной защиты, разместили неподалеку от Старобельска Луганской области в детском лагере. Заведующая лишь вздыхает. Лучше бы здесь отдыхали школьники, которые сейчас или дома, или разъехались по другим городам. Да и в самом Старобельске к военным многие относятся настороженно. Несмотря на то, что во всех городках и деревнях аграрной части Луганчины стены домов разрисованы украинскими флагами, люди на камеру крайне осторожно комментируют политические события. Складывается ощущение, что на чьей стороне будет победа, для многих не так уж и важно. Главное, чтобы закончились боевые действия. Мы против войны. Хотим, чтобы это все быстрее решилось, чтобы у нас был мир, все дружно жили. А вот люди больше поддерживают украинских военных или все-таки опаучанцев? Так трудно сказать вообще-то. Мы сейчас сами ничего толком не можем сказать, потому что у нас как бы в Старобельске тихо, мы никуда не выезжаем. Вроде бы все нормально. Вот в Луганской области, конечно, но мы туда не ездим. Даже не знаем. Стараетесь не касаться этих регионов, чтобы война... Да, мы здесь живем себе тихо, спокойно. И у нас все... Вроде бы пока все еще тихо, все нормально. А вы сами, если не секрет, за что? Секрет. Ну так, тревожное настроение. А как вот людей больше за ЛНР или за Единого Крыма? Не знаю. Разные мнения очень разочтались. Ну, я в Украине родился, поэтому я даже и не мыслю, я не могу понять даже никаких ни политических, ни экономических оснований менять гражданство, менять, переделать территорию. Харьковские бойцы, которые каждый день сталкиваются с луганчанами на блокпостах, которые охраняют, рассказывают, мирное население все активнее им помогает. Даже те, кто раньше поддерживал идеи федерализации, теперь переходить на сторону сепаратистов и наемников отказываются. Грубо говоря, 50 на 50. Вот я стою на блокпосту и проезжают люди, которые нас поддерживают и которые, нехорошим словом, отправляют нас на родину. Ну, а так... Встречаются даже те люди, которые поддерживают федерализацию, ну и помогают нашим войскам. 22-й батальон тот самый, из-за которого проводились женские пикеты у военкоматов. Одни жены просили мужей нормально экипировать, другие вернуть домой, третий, нередко не имея отношения к бойцам, просто проводили агитацию в пользу пророссийского сообщества. Самые мобилизованные посты сдавать не спешат. Говорят, по дому скучают, с семьями перезваниваются, но стоять готовы до победного. Долг есть долг. Хочется смениться уже? Смениться? Хочется скорее, чтобы закончилось тогда все. Вот и все. А сменимся тогда, когда закончится. Из 422 человек в батальоне только двое кадровые военные. Остальные когда-то отслужили срочную, а теперь были снова мобилизованы. Их основная работа – охрана блокпостов. Возвращение в часть почти как в дом отдыха. Ухоженная территория, клумбы, беседки, вместо казармы с двухъярусными койками – кровати. Хотя наличие автомата в детских комнатах выглядит противоестественно. Главным же украшением комнат бойцы называют телевизор, следят за новостями с большой земли. А появление в виде оператора сразу воспринимают как возможность донести весточку родным. А вы слышали, что творится в стране? А привет можно передать? Передавайте, вот же он работает. Мама, папа, брат, жена, я за вас. За Украину. Мы за Украину. Здравствуйте, родители. Сестра моя, у нее день рождения был, 16-го числа. Я очень соскучился за вами. У нас будет все хорошо. И надеюсь. На питание военные тоже не жалуются. Тем более, что помимо армейских харчей, помогают и волонтеры. Привозят овощи, сладости. Что на обед? Суп макаронный и перловка. Кормят нормально. Кормят хорошие. А спать как? Спать тоже нормально. А чего тогда не хочется? Что ненормально? То, что обеспечивают бронежилеты, мне обеспечивают таким имуществом, таким, то, что нужно. Надо всем обеспечивать, кормят всем. Бронежилеты – самая больная тема в батальоне. По штатному расписанию они и вовсе были не положены мобилизованным. Однако, когда стало ясно, что бойцы находятся в зоне боевых действий, хотя бы частично средствами индивидуальной защиты их попытались укомплектовать. Правда, с начала второго класса. А они оказались не просто ненадежными, а еще и опасными. Пластины этих бронежилетов прострелены из обычного автомата. Но такой бронежилет опасно носить, так как пуля может отскочить от спины и наделать дело в середине, от рикошетов. Поэтому кременная, блокпост второй класс весь снял, и они не носят вообще второй класс. Лучше без броника быть, чем броники с таким, каким было. Армия обещает, вскоре качественные бронежилеты бойцы батальона получат. Однако стреляют каждый день. Поэтому экипироваться бойцы стараются сами, с помощью родных, знакомых и волонтеров. Последние привезли 50 новых бронежилетов высокого четвертого класса непосредственно бойцам. В часть и на блокпосты. Тяжелая, вот эта бюрократическая машина, вертикаль, такая многоступенчатая, она не всегда работает эффективно. И имеются случаи, когда, к сожалению, не обижая никого, но все-таки бывают случаи, когда тот человек, о котором непосредственно мы заботимся, не получает того, что мы делаем для него. И поэтому, чтобы избежать неприятных ситуаций, когда наша помощь, коэффициент полезного действия нашей помощи снижается, мы взяли для себя правилом, и, между прочим, все наши коллеги хотели бы именно, чтобы было так, чтобы наша помощь доходила до конкретного адресата. Сейчас бойцы 22-го батальона охраняют 7 блокпостов в Луганской области. Находятся фактически на передовой. Но Вайдар – рубежная, криминная. Да и на помощь другим частям доводится приходить довольно часто. Да, буквально с вчерашнего дня они в нашей соседней бригаде были ранены, и наши солдаты пришли на усиление этой бригады. То есть раненых вывезли, мои бойцы выполняют их задачу. В большинстве случаев бригады боевые идут впереди, мы занимаем их место. То есть они передвигаются, мы занимаем их место. Этих блокпосты рассказывают военные. Время от времени подвергаются атакам боевиков. Террористы из ЛНР выработали свою тактику. Вплотную подъезжают к блокпостам, стреляют и быстро уезжают обратно. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Небо забрало его навсегда. Младший сержант Сергей Гончаренко числится среди солдат, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ил-76, который был сбит террористами в Луганске. История погибшего воина в репортаже Инны Степанишиной. Десантник Сергей Гончаренко был одним из 49 погибших в сбитом террористами военно-транспортном самолете Ил-76. В родном Изюме у парня, всего месяц не дожившего до своего 23-летия, остались родители, сестра и любимая. Младший сержант служил по контракту с апреля 2013-го. Местом его службы стала 25-я отдельная Днепропетровская парашютно-десантная бригада. Друзья до сих пор не могут поверить в гибель Сергея. Говорят, он был очень компанейским, дружить умел по-настоящему, серьезно занимался боксом. Мы познакомились еще в годах, в 2000-е, я еще маленький был, он постарше меня на 4 года, он мне старше. Мы недалеко друг от друга жили, вместе ходили на речку, в соседних домах жили. За два месяца до трагедии Артем разговаривал с Сережей. Тот уже служил, но ничего не боялся. Смерть не страшна ради воли, страшна жизнь в неволе, написал он на своей страничке в социальных сетях незадолго до смерти. Это был его первый и последний полет. Человек, он хороший, он постоянно помогал, в любое время ему звонил, он мог приехать в любое место города, ну, когда угодно, в любое время дня и ночи. Когда я ему позвонил, Сережа, у меня проблемы, он приезжает, он всегда был верным, он никогда не предавал, был хорошим, порядочным человеком. Когда родные смогут похоронить сына, до сих пор неизвестно. Инна Степанишина, Алексей Антонов, агентство телевидения новости. Харьковчане продолжают помогать военным и материально, и морально. В рамках акции «Мы прикроем вас с тыла» группа харьковских волонтеров создала видеообращение к украинским бойцам, которые находятся сейчас в горячих точках. Харьковчанки благодарят бойцов за их отвагу, признаются им в любви и просят не опускать руки. В сети появилось видеообращение девушек к украинской армии. Один из авторов идеи, Тарас Шевченко, часто ездит в зону АТО, он хорошо знает, что необходимо ребятам. Помимо бронежилетов, питания, одежды, берцев и еще чего-то, есть еще потребность в неких моральных моментах и аспектах. И потом, когда мы это видео отсняли, мы его туда повезли, и получилось, что мы очень правильно, чутко уловили то, что им хотелось, то, что им там нужно. Потому что те люди, на которых мы показывали это видео, у них действительно это вызывало очень серьезные глубокие эмоции, и, ну, можно так пафосно сказать, поднятие боевого воду. Героинями видеоролика стали девушки, которые отозвались на клич в сети. Они подошли к идее серьезно, некоторые даже заготовили речи, но главное, они были искренними, рассказывают парни. А вот съемочной площадкой стал центр города, Хатоп и площадь. Съемки длились всего три часа, а вот на монтаж Максим Стативко потратил целый день. Передо мной, как перед режиссером этого дела, стояла очень простая задача. Я должен был радовать людей, которые находятся в очень безрадостных условиях. И поэтому я постарался сделать и картиночку покрасивше, и паршни, у меня были очень ничего. И в целом все эти штуки были направлены на то, чтобы дать вот этим ребятам, вот этим солдатам на этой войне, почувствовать, что с ними есть люди, с ними есть поддержка, и чтобы они вот как-то сказали фух. Обращение харьковчанок вызвало море эмоций у бойцов, рассказывают парни. Теперь после такого видео солдаты точно знают, за что сражаются. Там такие люди, которых вот девчонки называли героями, они не герои, они просто люди. У них просто такие какие-то уставшие глаза, им страшно, им они жить хотят. Но, видимо, чтобы жили мы, они хотят больше. Активисты планируют снять еще два видео. Правда, всех нюансов ребята пока не раскрывают. Инна Степанишина, Алексей Антонов, агентство телевидения новости. В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. В понедельник нас не пустили на предприятие, в вторник нас опять не пустили на предприятие, то есть сославшись на подачу иска в суд. Внеочередной аудит с отстранением директора на время проверки. Разжигается ли кем-то конфликт на Новопокровском комбинате хлебопродуктов? Наше предприятие подавало на шесть путевок, получило добро на две путевки. То есть мы собираемся и уже там жеребьевки, разговорами, выясняем, кто ее. За детскими путевками в очередь. Во многих харьковских лагерях уже сейчас нет мест даже на последние смены. Новые книжные вкусы и гастрольный кризис, аннексия Крыма и война на Донбассе изменили культурное предпочтение харьковчан. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Новый Зир Харьков Весь ассортимент шведской техники «Хускварна». Агроцентр. Кузнечная 7. Диваны с ортопедическими матрасами от 3999 гривен. Рекомендовано Министерством здравоохранения Украины. Доставка в пригород за полцены. Украинская мебельная компания. На метро Маршала Жукова напротив дома мебели. ЛИКУВАННЯ КАТАРАКТИ З КОРЕКЦІЮ АСТИГМАТИЗМУ ЗІ ЗНИЖКОЮ 1500 ГРИВЕНЬ В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ «ОВТАЛЬМІКА». Акція діє з 1 червня до 31 липня 2014 року. Телефон 700 2717. Наш сайт офтальміка.ком. Само ликування може бути шкідливим для вашего здоровья. Министерство агропромышленного развития назначило государственному предприятию Новопокровский комбинат хлебопродуктов внеочередной аудит с отстранением директора на время проведения проверки. Это вызвало негодование среди сотрудников, но конфликт, считают местные чиновники, подогревается специально. На Новопокровском комбинате хлебопродуктов развивается конфликт. Предприятие переходит из госрезерва в подчинение министерства АПК, в связи с чем там проходит внеплановая аудиторская проверка. На время ее проведения министерством было принято решение сменить руководителя комбината. Для объективности, говорят в АПК. Но такое решение вызвало негодование у рабочих. На камеру люди говорить опасаются. Утверждают, за неправильную позицию могут уволить либо старый, либо новый директор. Смотря как повернется. И добавляют, им совершенно все равно, кто будет руководить комбинатом, лишь бы зарплаты вовремя платили. Коллектив как бы не агрессивный настроен. Непонятно просто. Никто не видел этого приказа. Приказ, временно отстраняющий от обязанностей гендиректора комбината Андрея Яковенко, съемочной группе АТН, показывает Богдан Александров. Это именно его сейчас назначили исполнять обязанности директора во время аудиторской проверки. Но даже просто попасть на предприятие ему было довольно сложно. В понедельник нас не пустили на предприятие, во вторник нас опять не пустили на предприятие, сославшись на подачу исков в суд. Сегодня вроде как впустили утром проверку. Меня вроде бы как тоже впустили, но подписывать документы о том, что я могу приступить, отдел кадров, ссылаясь на руководителя своего, отказывается. Отказался временно отстраненный гендиректор Яковенко и от общения с журналистами. На территорию съемочную группу не впустили, а по телефону секретарь руководителя сообщила, что ее шеф очень занят и комментариев не дает. В свою очередь, директор департамента агропромышленного развития Харьковской обл. администрации Борис Данилев утверждает, что предприятие работает стабильно, соблюдает технологии, имеет хорошие, качественные показатели. Муку знают и в Украине, и за ее пределами. Но аудиторская проверка все же необходима. И главное сейчас не портфели делить, а думать о предстоящей уборочной кампании. Солидарен с такой позицией и новый временно исполняющий обязанности директора комбината Богдан Александров. Говорит, ситуацию специально накаляет бывшее руководство, не желая подчиняться приказу Министерства АПК. По этой же причине в информационном пространстве города распространяются слухи о том, что он якобы одноклассник жены министра Швайки. Это ложь, утверждает Александров. Он просто намерен обеспечивать независимую аудиторскую проверку. Никто никого не собирается увольнять, наказывать. Нужно установить, какая ситуация на предприятии на самом деле. То есть, что с ним. То есть, если с предприятием все в порядке, нет никаких нарушений, то директор приступает обратно к исполниванию своих обязанностей и все. Пока ситуация на предприятии остается напряженной. Но, по словам Богдана Александрова, судебный иск против его назначения старое руководство уже отозвало. Наталья Кириченко, агентство телевидения новости. В этом году родителям приходится становиться в очередь за детскими путевками на отдых. Во многих харьковских лагерях уже сейчас нет мест даже на последние смены. Ярослав отправил своего ребенка на вторую смену в детский лагерь «Елочка». Говорит, документы решили оформлять еще в начале весны, поэтому успели занять место. На предприятии, где работает мужчина, очередь за путевками небольшая, но все равно существуют трудности с получением. Наше предприятие подавало на шесть путевок, получило добро на две путевки. То есть, мы собираемся и уже там жеребьевки, разговорами выясняем, кто едет. В ранее популярный Крым и Приазовье детей отправлять теперь боятся, поэтому ищут альтернативные варианты, поближе пишут на форумах родители. Поэтому на данный момент в детских лагерях Харьковой области смены полностью забиты. Помимо отказа родителей от дальних поездок на море, еще одной из причин ажиотажа является то, что в этом году некоторые лагеря закрылись из-за финансовых проблем. А действующие вынуждены принимать дополнительное количество детей. В этом году закрыт лагерь от авиазавода. За последние два года два закрылись от Укртелекома и от авиазавода. Планируется, что за следующий год они проведут ремонт, наведут порядок и в следующем году мы надеемся, что он будет работать. В детском лагере «Ромашка» Харьков Водоканала заняты абсолютно все места, вплоть до окончания сезона. Даже вели дополнительную смену, чтобы принять больше детей. А в следующем году при наличии денег планируют достроить дополнительные корпуса. Сейчас попасть в лагерь можно только в том случае, если кто-то откажется от забронированной путевки. Директор Жанна Смелая утверждает, принять всех желающих не могут по ряду причин. В каждом лагере есть определенное количество деток, которые мы можем принять, согласовав это санэпидемстанцией, выполнив норму. Ну, например, 2,5 метра квадратных на одного ребенка. У нас это 250 человек. Поэтому при всем желании принять еще деток, которые вот у нас родители звонят, звонят, особенно после того, как мы открылись, и уже известно, что мы работаем в этом году, мы как бы не можем их взять в этом году на оздоровление, потому что нет такой возможности. В частных лагерях похожая ситуация. Места на первые смены забронированы были еще весной. Правда, тут есть еще несколько мест на август. Цены практически не отличаются от городских. В среднем колеблятся от 3 до 7 тысяч гривен. Но если в государственных лагерях время пребывания ребенка на отдыхе составляет 21 день, то в частных не больше двух недель. Почему-то считается, что 3 недели они в общем. За 3 недели они оздоровятся, за 2 недели они в общем не оздоровятся. У нас там школа, у нас там английский язык, у нас там всякие кружки, развлечения, спорт и так далее. Но длится это 2 недели, а не 3. Но мне кажется, что за 3 недели дети просто устают, и им уже пересещение. То есть 2 недель вполне достаточно, на мой взгляд. В этом году, по словам директоров, от оздоровления в Харькове отказались многие родители из приграничных русских городов – Белгорода и Ростова. За счет этого освободились места, на которые распределили харьковских детей. Также в некоторых лагерях существуют специальные резервные путевки для тех, кто может приехать в область из горячих точек страны, в частности из зоны АТО. Лариса Говина, Владимир Борох, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». Гастрольный рынок терпит убытки, зритель не ходит на спектакли. Читатели же больше стали интересоваться книжками украинских авторов. Настроения харьковчан в связи с последними событиями аннексии Крыма и войной на Донбассе значительно изменились. Изменились и тенденции рынка. Раньше из Турции возили в Украину товар, а теперь же украинцы везут в Турцию национальную символику. Такого количества украинских флагов и национальной символики Харьков еще не видел. Концерт Океана Эльзы в Харькове 30 тысяч человек скандировали «Слава героям», отдавая дань памяти военным погибшим в горячих точках. Правда, ходить в вышиванках по городу безопасно стало лишь в последнее время, когда число пророссийских активистов существенно уменьшилось. А это Харьковское метро несколько дней назад. Все началось со спора между двумя приверженцами противоположных политических взглядов. Пассажиры, не сговариваясь, встали на сторону патриотки Украины. Как ни парадоксально уверен режиссер Степан Пасечник, в этом заслуга именно российского президента. В его театре спектакли только на украинском. Зритель чаще патриот. Однако в последнее время, говорит Пасечник, это зритель с другим настроением. Это заметно по лицам, по разговорам в фойе и реакции на игру актера. Вот властиво после подий Людневых и позже, то людей эта реплика больше втискает в кресла. Зрителя на спектаклях стало значительно меньше. Людям не до развлечений, говорит режиссер. Гастрольный рынок вообще упал на 80%, посчитали импресарио. Негласно Минкульт запретил выступление артистам из России, подписавшим скандальное письмо, которое одобряли аннексию Крыма, говорит Михаил Бондаренко. Концерт виртуоза в Москве не состоялся в Киеве из-за отказа оперного театра в аренде, рассказывает организатор гастролей. А в Харьков не приедет Евгений Гришковец, известный своими антиукраинскими высказываниями в блоге. А еще в прошлом году раскупать на его концерты билеты начинали за полгода. Это же не инициатива, это инициатива его. Он попросил все-таки взять паузу, чтобы разобраться, во-первых, сам в себе, а во-вторых, сказать, что у нас происходит. Скажу, у нас были последние гастроли в марте месяце в Киеве, как раз это уже погибла небесная сотня, уже все это происходило, произошло. И после этого мы решили, что мы возьмем паузу. Впрочем, многие импресарио по личным убеждениям отказались возить сюда российских исполнителей. Зато в планах гастроли артистов из Грузии, Прибалтики, украинских исполнителей. Билеты на Нину Матвиенко неплохо берут. Было засилие, огромное засилие, извините, пожалуйста, махровой попсы российской, которая просто не давала пробиться никому и ничего. Сейчас будут ротации совсем другие и в телеэфире, и в радиоэфире. Поверьте, что рынок глобально изменится буквально в следующую осень. Несколько изменился и книжный рынок, говорят специалисты. Сейчас больше спрашивают же Дана, Андруховича, Дереша и книжки о событиях на Майдане. Приходят люди и спрашивают, грубо говоря, вражеская это литература или нет. И интересуются, говорят, что не хотят платить. Как бы в России хотят покупать национальное. Маруся – это именно та самая Машенька из популярной русской сказки. Для самых маленьких читателей книгу перевели на украинский язык. Популярна национальная символика – булава, магниты, флажки, вышиванки. Раньше эта продукция залеживалась на полках. Буквально накануне, рассказывают продавцы, харьковчанин накупил флажков на 400 гривен и повез с собой в чемодане в Турцию. Просто они за нас, объяснил он изумленным реализаторам. Татьяна Датсяк, Владимир Борох, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Дожди с грозами и пасмурно будет на выходных практически по всей территории Украины. Также сохранится и прохладная погода. Столбик термометра будет колебаться от 11 до 25 градусов тепла. В Харькове также жары не предвидится. В субботу 21 июня на протяжении всего дня будет облачное дождливо. Температура воздуха ночью составит 14-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21 градуса со знаком «плюс». В воскресенье 22 июня осадков не ожидается. В течение дня установится ясная погода. Правда, температура воздуха значительно не изменится. Ночью ожидается до 15 градусов. Дневная температура составит от 19 до 22 выше нуля. Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Сталеви двери Комунар. Телефонуйте. 7100. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин